Организации совладельцев многоквартирных домов Одессы заявили о нарушениях своих прав со стороны местной и центральной власти. Общие требования они выдвинули в обращениях к городскому голове и премьер-министру Украины. Для защиты интересов горожан объединились три организации. Ассоциация Одесский жилищный союз, клуб председателей правлений ОСМД и жилищно-строительных кооперативов Одессы и Ассоциация ОСМД развития самоуправления. Первая проблема – жильцы-должники, которые годами не платят за техническое и административное обслуживание. Как правило, это люди состоятельные, которые, пользуясь своими связями, избегают ответственности. По этому поводу подготовлено коллективное обращение к премьер-министру Украины. Претензии к местной власти связаны с фактами захвата коллективной собственности жителей многоквартирных домов. Чиновники мэрии изменяют целевое назначение нежилых помещений, чердаков и подвалов, чтобы потом передать их частным владельцам. Кроме потери самой площади, закрывается свободный доступ к коммуникациям в случае аварии. По сути, происходит мошенничество, которое жильцы называют грабежом. В обращении к городскому голове выдвигается ряд требований. Мы требуем сделать три таких, хотя бы начать с того, что сделать три таких таких моментов. Первое. Это принятие решение Одесско-меської ради про заборону реестрации права властности на допомежные примещения многоквартирных домов за территориальной громадой. Другое. Створите комиссии за участок депутатов мэрии, представников департамента коммунальной властности и представников-співвластников многоквартирных домов для анализов ситуации с допомежными примещениями, визначенными нежитловыми у каждого многоквартирного домов, где створено объединение співвластников многоквартирного домов. И третье. Это повернение незаконно отчуженных примещений загального использования співвластникам многоквартирных домов. Сбор подписей жильцов продолжается. Подписаться под обращениями премьер-министра к городскому голове можно до 13 января по двум адресам. Это героев Крут-15 в этом помещении по вторникам и четвергам с 10 до 14. Это в Киевском районе Левитана-110. У наших членов там служба консьержев и подписные листы вместе с обращениями будут находиться на вахте круглосуточно. Если положительной реакции на обращения не последуют, жильцы ОСМД и кооперативных домов готовы выйти на акции мирного гражданского протеста. Александр Виноградов, Андрей Тереченко, телекомпания КРУ.